Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Blonde TD6, и в этом видео мы будем проходить нашего еженедельного босса Вортекса, а перед тем как мы начнем его проходить, я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров, которые поддержали мой канал. Это был Лин Круз, большое тебе спасибо, тот кто помогает другим только потому, что так надо и так правильно, и есть без сомнений настоящий супергерой, это сказал Стэн Ли. Прикольная цитата на самом деле, интересная, ну потому что так надо, ну как бы, а почему надо, то есть тут конечно можно как-то придраться что ли к этим словам, но вообще слова на самом деле правильные, если у вас есть возможность, есть желание кому-либо помогать, то пожалуйста помогайте, иногда конечно я понимаю, что не все в состоянии, ну я сам пытаюсь помогать по мере своих возможностей и сил, поэтому большое тебе спасибо за цитату, Лин Круз и за донат, а мы отправляемся дальше. Валерон, привет тебе, большое тебе спасибо за донат, мне очень приятно. Макс 5, Макс Б, 5, 5, 7, 2, сделай спидран под Ред Блуно, без обезьянных знаний, не подписался, без писюна остался. Макс Б, 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 5, 5, 7, 2, большое тебе спасибо за донат, я даже не знаю, мы сейчас посмотрим, а спидран под Ред Блуно, а ну ладно, под Ред Блуно, посмотрим насчет Ред Блуно, пока что у нас Вортекс, так что не считается, так что не считается можно и без спидрана, потом посмотрим. Большое тебе спасибо, Макс и Дмитрий, большое тебе спасибо еще раз за донат, за добрые слова, он-то попросил проходки на наш Майнкрафт сервер, вроде бы там с ним связались, уже все хорошо, надеюсь на это. Большое спасибо всем ребятам, которые донатят и поддерживают меня добрыми словами, и я это очень ценю, и мне это очень приятно. Можете посмотреть, у нас тут начался наконец-то Хэллоуинский ивент, потому что Хэллоуин уже совсем скоро, поэтому я вам советую заходить вот в магазин этот лимитированный. Получается, многие у меня спрашивали, что вот за конфеты у моей банановой фермы. Давайте, кстати, я сейчас вот поставлю, потому что мы почти весь год с подарками были, но самые мои любимые, это так и стоят, наверное, конфеты, это вот интересно, они выглядят прикольно, поэтому вот, они продаются именно на Хэллоуин, поэтому советую вам все скупить. Я, наверное, потом тоже все это понапокупаю, потому что это прикольно. И давайте посмотрим, какие у нас тут ограничения у нашего вортекса, на карте он по кругу, правила, ого тут героев, лимит парагонов 7, нифига, обычно по 4, это очень много. По обзянам я не вижу, что у нас какие-либо запрещены вообще. Скорость шаров увеличена, 110%, скорость муапсу 20%, здоровье босса 90%, то есть немного уменьшилось. А скорость босса 145, то есть, прикиньте, у нас и так вортекс на ультрах бегает, как не в себя, и он еще будет быстрее. Это жестко. Так, ну мы выбираем Бенджамина. У меня есть сушист Бенджамин. Нифига. Я даже не помню, что я его покупал, кстати. Давайте за сушиста поиграем. А я реально что-то не помню. Когда-то я его покупал, это точно. У нас сразу же имеется 1800 монет на первом раунде, поэтому давайте-ка куда-нибудь мы его разместим. Нашего Бенджамина пускай он нам сразу же зарабатывает. При этом поставим бесплатную нашу обезьяну, чтобы она тоже нам приносила урон. И будем уже копить на нашу первую банановую ферму. И скоро будем уже определяться, как мы их будем называть на данном видео. Так, пока что, знаете, пока я помню и что-то могу вам рассказать, я вам расскажу. Это о том, что прошлое видео по Блунсту Д6 было о том, что я проходил карт, которые вы придумывали. И мы их брали под постом, под телеграм-каналом, который я как раз-таки написал где-то за час до съемки видео. А это, конечно, не всегда хорошо, потому что не у каждого из вас есть время, чтобы мониторить вот эти вот посты, чтобы успеть это слать. И мы с вами думали, как и куда нам лучше выкладывать эти карты, чтобы и вы могли в случае чего, если захотите, пройти. И я мог нормально их отслеживать, чтобы потом проходить их на видео. И мы пришли к тому мнению, что надо создать отдельную конфу, можно так сказать, в дискорд-сервере. То есть там есть отдельный чат появился. Ссылка на мой дискорд-сервер в описании под видео. Получается, вы туда приходите. У вас, по-моему, сначала не будет вкладки с чатами по Блунсту Д6. Поэтому вам надо зайти во вкладку, что-то там, роли по реакциям. Это я сейчас на память вспоминаю. И там будет Блунсту Д6. Вы нажимаете на смайлик Блунсту Д6 и вам дают сразу же эту реакцию, с помощью которой у вас открываются полностью все вкладки по Блунсту Д. И вы туда уже спокойно находите карты и скидываете. Если вам что-то непонятно, мне кажется, вы можете там написать в чат и люди вам тоже подскажут. Я, конечно, постараюсь во время этого видео приложить какие-то скрины, чтобы вам тоже было попроще. Но, по-моему, там нет никаких проблем. Поэтому туда, пожалуйста, ребят, скидывайте. Там вот мы с вами будем играть. Ну, не играть, а, по крайней мере, смотреть. Если кому-то понравится ваша карта, они тоже в нее поиграют. Это же здорово. Для вас дополнительные лайки. Это прогресс. Это будет поднимать вас на уровне в топе. Поэтому здорово. Присылайте карты, я буду очень рад. Так, тем временем у нас уже девятый раунд. И, кстати, давайте-ка мы определимся, как я буду называть наши банановые фермы в этом видео. А то что-то я совсем подзабыл. В рандомайзере мне выпало число 14. А уже 14-м комментариям это у нас была ферма носочков. Так что, представляете, будем носки зарабатывать, производить в этом видео. А вот на самом деле, по ограничениям, я не помню, у нас шары на 110% быстрее или на 120%. Просто, ну, точнее, скорость их. Просто, если всего 110, ничего себе, это так сильно влияет. Уже так тяжело на самом деле. Такая проблема реально вот возникает. Потому что хп очень даже сильно проседает. Поэтому нам надо будет думать уже... Уже что-нибудь ставить для дефа, что ли. Я бы, конечно, хотел друид разместить. Потому что, ну, друид это круто. Друид это сильно. Его потом хорошо прокачать. Он будет и камуфляж... Ой, нет. Камуфляж он не будет видеть. Ну, по крайней мере, свинец будет. Так, ну, шары у нас опять полетели. Да как же так? Как так можно? Ну, пока что ставим дальше. Сегодня, наверное, видео по боссу выйдет позже, чем обычно. У меня выходит видео по боссу, собственно. Именно потому что я ходил погулять. Так, максимально спонтанно, на самом деле, все это вышло. Суть в том, что я как бы сегодня записался на стрижку в 11 часов. А босс у меня как бы в час. То есть, как бы, казалось бы, еще времени-то достаточно. Но я подстригся. И несмотря на то, что парикмахерская возле моего дома, ну, прям вообще пару минут идти. Я такой подумал, блин, теперь я погулять хочу. Ну, я и погулял, собственно. То есть, я вот пришел домой чуть попозже. У меня были еще планы, но они не удались. Из-за некоторых обстоятельств, которые я вам расскажу также на протяжении этого видео. Так, 52 хп, на самом деле, уже опасно. Надо бы нам друиды джунглей прокачивать. Потому что, ну, шары вот реально вот пролетают. Все-таки скорость шаров, это, ну, очень сильно тут роляет. Так. Вот, зато теперь вот нормально мы будем урон наносить и лучше дефать. Все, теперь никаких проблем. Ну, ближайшие раунды, поэтому пока... Да, блин. По крайней мере. И я, короче, закосплеил мистера Макса. Кто понял, тот поймет. Я теперь экстремальные слои меньше волос. Я не знаю, я так ору с этого мема, когда он сейчас вот начал попадаться. Везде мне в интернете. Я хоть за ними, ну, никогда не следил. Мне никогда они не были интересны. Потому что, когда вот они были популярными, я уже был немного постарше, чем их контент. И мне это было совершенно неинтересно. Но вот как вот сейчас вот с ними появляется видео там с мемами. Это реально что-то очень смешно. Ну, и, короче, подстригся. И, наконец-то, я этому очень рад. Потому что у меня сами по себе волосы волнистые. То есть, они не прямые, а именно волнистые. И из-за этого, когда они у меня отрастают, мне приходится, когда я помою голову, сразу же надевать кепку. То есть, я надеваю кепку, чтобы они более-менее утрамбовались. Чтобы не были прям настолько волнистыми. Ну, короче, прикол в том, что из-за того, что у меня уже волосы там дальше на отрастали, что они уже через кепку пробиваются. И они забиваются дальше. И теперь, ну, из-за этого я выгляжу еще страннее, короче. И меня это так бесило, что, ну, мало того, что приходится долго ждать, когда эти волосы высохнут, еще и вот эти вот проблемы, что они у меня вьются. То есть, они у меня именно не кудрявые, а просто волнистые. Поэтому вот, я наконец-то подстригся. Теперь реальность я чувствую таким вот лысым, как будто. Но мне пока что нравится, на самом деле. Всегда для меня почему-то такая вот травма, что ли, подстригаться. С детства, я не знаю, почему, но прям как-то нормально не выходит, как будто бы. Нормально почему-то именно в эмоциональном состоянии. Несмотря на то, что вроде меня всегда нормально вроде подстригают даже. Но при этом, даже меня когда подстригают, я никогда не смотрю в зеркало. А сегодня я как будто эволюционировал. Я вообще с закрытыми глазами сидел все время, пока меня подстригали. Я не знаю почему. Я вообще не могу почему-то смотреть, пока меня подстригают. Если у вас есть какая-то подобная фигня, подобный баг в жизни, пожалуйста, поделитесь со мной. Я хочу узнать, не один ли я такой. Ну, потому что, ну, реально как-то, как-то реально с детства пошло. То есть, это, ну, странно. Ну, казалось бы, ничего прям плохого нет. То есть, я потом всегда благодарю парикмахера. Типа, все хорошо, все нормально, большое вам спасибо. Но при этом, ну, просто вот так вот с закрытыми глазами все время сижу. Так, тем временем у нас 37-й раунд. И уже 9 ферм, носочков. Поэтому давайте, наверное, так и оставим. Потом подстригся и пошел гулять. Погулял, поел. И все, и собрался домой. И дома. Блин. Так, нам бы немного вкачаться, чтобы лучше... Ладно, мы тут еще переживем. Да. Лучше вот так вот немного вкачать, чтобы камуфляж нам лучше видеть на будущее. Да, блин. И тут еще прикол в том, что началась акция у Додо Пиццы. Если вы знаете, если вы не знаете. Связано с Ханкаиста Рейл. Ну, это как бы... Тот шарит, тот шарит. Как говорится, опять же таки. И прикол в том, что там вот есть специальная вот пицца с этим сделана. И билеты прикольные, на самом деле, которые я сам даже хотел получить. Но фигня заключается в том, что как бы... Очень много людей захотело, видимо, эту пиццу получить. Поэтому я когда домой ехал, я такой, ой, сейчас закажу. Как раз пока подъеду. Все у нас там сделают мне. Я подъезжаю. Ну, вообще как. Я начинаю заказ, а мне такие, а все, все закончилось, знаете. Вы можете заказать на полдвенадцатого вечера. Я такой, че, за фигня. Нет, мне так поздно, не надо. То есть, ой, остался я без пиццы, ну и ладно. То есть, ничего прям страшного, конечно, нету. Ну, все же, чуть-чуть, как будто бы обидно, что ли. Так. Смотрите, вортекс-то у нас тут, ну, летит как неадекватный. Его прям очень много. Вроде пока что хп ему сносим. Сейчас у нас еще обезьяна ниндзя застанется, да? Да, круто. И я как будто бы еще рынки криво поставил наших носочков, что они у нас тоже постоянно будут встаниться. Ад, нормально. Как есть, так есть. Давайте теперь дальше тогда их ставить, потому что более-менее, мне кажется, этого нам хватает, чтобы пройти первый класс. Несмотря на то, что он у нас еще быстрее, ну, идем мы с вами неплохо. Сейчас опять он, наверное, застанется, да? Застанется, да? Да, застанелся. Но он добьет. Мне кажется, он реально добьет. И все, без проблем мы с вами пойдем дальше. Сейчас всего 44 раунд. Сейчас нормально. Так. И вот, и типа, и пиццу я не купил. И поехал домой сразу же. Ну, типа, мне просто пришлось выйти на остановку пораньше, чтобы пойти домой. Ну, я думаю, ладно, домой быстрее приду. Пришел и сидел уже отдыхал, потому что у меня что-то разморила прогулка. Хотя, казалось бы, ну, как разморила, просто уставший такой. Ой, ой, что делать, как жить? Наконец-то. Первый класс у нас с вами пройден. 45 раунд. Нормально. Мне кажется, нормально. То есть мы еще вот это сейчас продадим. Одну липкую бомбу. И будем дальше у нас застраивать всю карту. Нашими рынками носков. Максимально такой рынок, правда, у нас такой получается. Жесть, тут денег дали. Большое спасибо. Идем дальше. У нас какие-то прибыльные, оказывается. Но здесь нам еще в самом начале дали бонус денежный. Так что это тоже нам, правда, дает такое вот преимущество. Камуфляж мы тоже можем нормально уничтожать. И интересно, что да как у нас тут будет. Наверное, ко второму классу мы с вами разместим мэда. Посмотрим по накоплениям, что к чему будет. Но если вот сравнивать воплощение ярости или мэд, то на вортексе, конечно же, воплощение ярости. Ой, то на вортексе мэд лучше будет. Так. Что-то у нас тут с камуфляжем проблема. Ладно, немного пролетело. Ничего страшного. Теперь у нас будет тогда меткий стрелок. И что, будем ждать, получается. Сейчас всего 48 раунд. На накопление денег у нас еще есть очень много. Мы еще с вами заработаем как следует. Главное нам все это выжить. И мне даже вот интересно. Реально у него скорость будет невероятно такая быстрая, что нам даже дали всемирых парагонов. Ну, просто это очень много на них бы накопить, в принципе, для начала. Прежде чем, ну, так ставить. Ну, конечно, я, наверное, смогу накопить. Вряд ли они будут все там какой-то большой, великой степени. Но самое главное, наверное, чтобы у нас самолет с одного дня был большой степени. А дальше уже как покатит. В любом случае у нас же теперь есть Владыка Плазма. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что Владыка Плазма у нас сейчас ультра дешевая. Всего 150 тысяч. Это, правда, очень дешево. Но, правда, если ставить двух мастеров арбалета, то это уже не так много денег приносит. Так. Слушайте, нормально, ниндзя задефал. Я уж боялся, что придется призаходить. Но все нормально. 53 раунд у нас уже тем временем идет. Так, здесь у нас не ставится. Правда, рынки нам, наверное, надо было размещать именно сверху. Потому что вортекс до туда меньше шансов, что долетит. А я почему-то начал ставить именно снизу. Так. Чтобы они постоянно ходились под станом. Ладно, посмотрим. У нас все равно есть пока что еще время на развитие. Еще, пожалуйста, скажите, кто из вас смотрит International по доте? Он вчера, получается, прям начался. И именно к бамблю с того, что... Конечно, круто, что целых 4 команды из СНГ участвуют в Инте. Но это прям очень здорово. Ну, я говорю, я злюсь из-за того, что все делается так, что наши команды постоянно играют против своих же. То есть, конечно, типа... Это случайность, наверное. Ну, просто такая вот случайность, что уже даже раздражает. Как будто бы... Так, что-то я тут внутри как будто наугад ставлю. Наши рынки носков. Ну, да ладно. О, даже здесь влезает. О, как будто бы так и надо было даже. То есть, смотрите, когда вот был отбор, у нас в одном... В одной группе было две наши команды. Они друг против друга сражались. Потом в сетку Венеров вышли две наши команды. Они тоже друг против друга играли. Ой, слив. Нет, жить мы будем. То есть, они тоже друг против друга играли. Сейчас одна из этих команд упала в сетку лузеров. И она будет играть против, опять же таки, нашей команды. И ты, да что ж такое-то. Ну, если наша команда там победит. То есть, тут как-то такого вот делают, чтобы максимально это... Меньше стран... Ну, точнее, команд из СНГ было. Ну, наши сильные. Мне кажется, наши, правда, очень хороши. Но мне больше всего раздражает в том плане, что... Это все очень поздно по времени происходит. Прям, ну... Реально. А я еще живу-то по Екатеринбургскому времени, по Челябинскому. Это плюс 2 от МСК. То есть, когда там начинается в часов 8, 10. То есть, у меня это уже ближе к полуночи. И толком, конечно, ничего нормального не посмотреть, к сожалению. То есть, меня вчера прям вырубило. На самом деле, несмотря на то, что как бы... Казалось бы, все, неделя рабочая закончилась. Сейчас я могу отдохнуть. Посмотреть полностью трансляцию. Ну, меня вырубило на второй карте. Я уже все, я уже не мог. Поэтому... Вот в этом, конечно, для меня минус. Кстати, посмотрите, как мы сейчас вообще легко его уничтожим. Второй класс вообще ничего не значит для нас. Не зря вам поставили его. Пошел Мэда. Все, прошли за 2 раунда. Это было сильно. Я вас поздравляю с этим. Так, здесь бы до Примоглефа прокачать. Здесь бы нам продать, наверное. О, блин, нечаянно сделал это чудо. Так. Еще бы Громоверщица сюда. Вот сюда бы я поставил на слипкую бомбу. А здесь постепенно мы будем уже создавать наш абзенополис. Носочный. Носочный абзенополис, чтобы еще больше зарабатывать. Но вживые деньги у нас появляются. Вот после этого раунда я начну, наверное, тут перестраивать рынки под исследовательские лаборатории. Правда, я не очень помню, как и где я тогда создавал абзенополис, чтобы было хорошо. Надеюсь, что все вспомню, что ли. Как будто бы реально в этом месте нормально было бы его сделать. А мы как назло, я говорю, тут центральный рынок поставил. Так, то есть берем, делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Радиусы увеличиваем. То есть уже по радиусу у нас тут все хорошо. Сейчас будем прокачивать, потому что деньги у нас имеются. Хоть всего 62 раунд, но это даже радует, что у нас все в хорошей степени идет. Поэтому вот. На самом деле, несмотря на то, что я как бы в доту-то не очень-то уж и играю. Раз в год могу там поиграть с другом. Но киберспорт мне реально интересен. То есть как-то вот, не знаю, мне как будто вот однажды вот его показали, и я все, я прям завис. Мне было очень интересно. Я до сих пор помню, как там был какой-то матч, и знаете, там ведь зачастую показывают какого-то героя, ну, за которым играет игрок, и они этого героя именно по игроку называют. Ну, что, собственно, логично. А я всегда тупил. И из-за этого я какое-то первое время, я общался с другом, который у меня как раз таки вот на доту, с которым я в доту и играл. И я такой называл персонажа Энчантреса как какого-то киберспортивного игрока. То есть я такой ему говорю про вот этого киберспортивного игрока, подразумевая под героя доты. Я такой, ты о ком? Такого нету героя в доте. Я такой, да как? Я-то стрим смотрел. Я-то знаю, что он есть. Ты чё мне тут врёшь? Я-то турнир это смотрел, и всё. Ну, постепенно я научился всё-таки. Но это нормально, потому что всё-таки героев там невероятно большое количество. И не знать их всех, это логично, с одной стороны. Особенно, когда ты только начал играть. Часто я, в принципе, их понимаю. Могу всех различить. И понимаю, когда говорят о киберспортсмене, а когда о героя уже доходят. И это меня очень радует. Так, вроде бы нормально. По радиусу, наверное, мы тут даже не будем разгонять с помощью нашего инженера. Потому что всё хорошо. У нас уже минимум 7 исследовательских лабораторий есть. Сейчас мы ещё 8 поставим. И вот ещё тут, получается, одна входит. Тоже мы её добавим тогда. Так, какой у нас сейчас раунд? 65-й. То есть вообще нормально для 65-го раунда мы идём. Как по мне. Когда начался этот босс, ещё некоторые у меня и зрители узнали про ограничения. Заранее немного. Там у них, видимо, есть какие-то слифы где-то. Где-то вот об этом рассказывают. Насколько я знаю, даже в нашем дискорд-сервере есть информация по поводу будущим боссам. Это прикольно. И меня прям запугали. Как будто бы мне сказали, «Ну всё, берегись. Там будет очень страшно. Морально готовься. Ты справишься. Ну, будет нелегко». И на самом деле сейчас вот мы играем. Ну, я понимаю, что карта-то вроде бы не такая уж и сложная. Да и ограничения прям уж не такие-то уж и ужасные. Просто там вот как бы у него скорость везде увеличена. Даже хп поменьше сделали. При этом карта нормальная. И парагонов дали очень много. При этом во время игры, в самом начале дали больше денег, чем обычно. Так что я бы не сказал, что эти ограничения супер лютые. Они необычные. На пятом классе, наверное, офигеем. Но будет интересно. Так, давайте создавать наш Обзенополис. Всё, мы его сделали. Поздравляю я вас. Так, и давайте сейчас аккуратно всё заново будем проставлять. Так, и вот теперь как бы получается International-то уже идёт. А я хочу дальше смотреть игры. И вот получается, вчера вот наши одни победили. Там ещё были битвы. Следующие игры будут то ли завтра, то ли ещё что-то. Ну, короче, не скоро. И сидишь, зависаешь. Так, я же вроде нормально постоял. Так, давайте максимально поэкономнее с местом делать. Вот, другое дело. И то есть вот хочется вот реально побольше битв смотреть, как было во время группового этапа, когда, ну, реально все дерутся там постоянно, без остановки. А сейчас всё уже там одна-две битвы в день. И то, как бы, шанс, что там та битва, та игра, которая тебе интересна, ну, почти нулевой. Нулевой процент. Поэтому, ну да, ну бывает. Так, Обязаний город мы прокачиваем. Ещё следовательскую лабораторию ставим. И идём дальше. 70-й раунд. У нас есть Обязанополис. У нас есть рынки. Нормально, по-моему, мы с вами идём. Конечно, то, что у нас почти-таки Обязанополис будет рядом. С Вортексом. Тоже не сказать бы, что очень хорошо, но, с одной стороны, может быть какая-то безвыходная ситуация у нас здесь. Зато вот, что я думаю. Потом у нас полетит Вортекс. Мы пока что не будем торопиться, например, с созданием нашей Владыки Плазмы. Мы будем создавать примерно вот здесь. Когда Вортекс будет где-нибудь вот здесь. То есть он быстро до этого места доберётся, но всё же у нас будет время, попрокачиваться, и чтобы у нас тут побольше всего она приносила. И, кстати, шары уже начали довольно-таки далеко проходить. Что, как бы, не сказать, что прям ужасно, но постепенно начинает настораживать. По деньгам-то вроде бы мы идём нормально, но как будто бы чего-то не хватает. Как будто бы, правда, зарабатываем не так много, как хотелось бы. Так, скилл я не использую, потому что денег он нам сейчас не принесёт. Рынки и исследовательские лаборатории носочков у нас продолжают зарабатывать, что очень здорово. Так, а здесь у нас будет Волл-стрит. Будем сейчас постепенно на него копить, чтобы он нам тут деньги приносил и собирал за всё. Ну, как за всё, наверное, за вот эту исследовательскую лабораторию он не попадёт. Новые тут носочки будут производить. Так, а пока вообще нормально. Не чувствую, знаете, какой-то сложности, какого-то прям страха, что, ну, всё, тут прям будет жёстко. Так, сейчас посмотрим. Смотрите, пока что всё собирает. Как круто! Вообще нормально получается. Блин, не всё. Ладно, окей. Если что, я и сам пособираю. Ничего страшного. Так, что вам ещё хотел я порассказывать? Что-то вот, ну, реально так много рассказал, что я сейчас сижу сам и так, а что ещё надо? А что я ещё хотел? Так, 100 тысяч мы почти с вами накопили. Я бы тут бы ещё бы нам поставил инженера, пожалуй. На разгон, чтобы мы потом прокачали наш насочный централ и могли его спокойно ускорять. Вот это бы я бы здесь попродавал. Насочный централ, пускай он будет вот здесь. Давайте разгонять. И сейчас нам куча монет идут. Опа! Видите, как вовремя разогнал? Прям вот чувствовал, что так и надо. 86 тысяч мы с вами получили. Это очень здорово. Прокачиваю здесь мастера арбалета, который у нас пойдёт на будущее ладыку плазмы. Мы накопим на неё деньги, мы успеем, потому что вот мы за один раунд получили более 800 тысяч. 80 куда-то меня понесло. Я бы хотел 800 тысяч получать за раунд, но это уж... Это уже сильно. Это уже реально очень сильно. Так, 78 раунд, а мы уже объективно ну практически накопили на сам парагон. Без каких-либо проблем вообще идём. Давайте я тут немного ещё прокачаю наши центральные рынки на сколько потом всё производим-производим, а продавать пока что не имеет такого большого смысла. О, чуть не то вкачал. Уже 46 тысяч у нас Централ насочный принёс. Это очень хорошие деньги. 78 раунд, 79. Тоже идём вообще неплохо. То есть как вот сюда вот я его поставлю. Наш первый парагон будет нам помогать. Второго мастера арбалета тоже добираю. Ещё ему дополнительных денег чуть-чуть отсыпем. Тут 20 тысяч по крайней мере. Ну ещё сейчас у нас накапает немного денег. Я так думаю. Вот всё, вот он полетел. Быстро летит. Мне это не нравится. Вот всё, давайте теперь создавать. 81 тысячу дополнительно отдаём. 34 степень, хорошая степень. Но при этом владыка плазмы его так хорошо уничтожает. Зато смотрите, она вообще без тана. Всё здорово. прошли прошли третий класс вообще на изи. В полнейшем изи. Так, сейчас вот вкачаемся. Офигеть, откуда у нас столько денег? И чтобы я нам посоветовал сделать летающую крепость, я хочу, очень хочу накопить на неё, чтобы она у нас набирала урон, чтобы когда мы создавали летающую крепость, ой, самолёт с одного дня, у нас она была хорошей степени, ну, сразу же. Ой, чё сделал? Я взял на полис, взял на забафал, да мне только сейчас это дошло. Так, и теперь будем дальше вот прокачивать нормальные, хорошие наши центральные рынки носков. Идём с вами дальше. Конечно, к этому раунду нам желательно бы ещё какой-нибудь парагон поставить. Пока что мы хорошо идём. Мы накопим, мне кажется, мы без каких-либо проблем накопим на ещё один парагон, потому что всё, с деньгами у нас уже нет никаких проблем. И заработком, к счастью. Я бы с радостью блины морского наварха бы поставил. Как будто бы степень будет маленькая. Ещё я криво что-то разместил. Хотя, казалось бы, они тут почти вплотную стоят. Понял, принял. Так, воды у нас тут есть немного, знаете, дополнительно бы ещё парочку флигустеров бы разместить. тут их наверное можно разместить четыре. Давайте я попробую это реализовать. Не знаю, что да как у меня получится. Ну, блин, короче, я пытался. Я пытался. всё, тогда мы идём сюда. А всё, деньги закончились. Ну вот, всё, дальше теперь качаемся. И всё, пускай они у нас зарабатывают. Может быть, реально поставим морского наварха что ли? К сотому раунду. Да, наверное, в сотом раунде мы его поставим. Потому что, что, с деньгами у нас будет всё нормально. Тогда, смотрите, что, я вот эти два флигустера продаю. Чтобы их пять тир на другие эти линии прокачать, чтобы они начали дамажить. 550 тысяч к сотому раунду. Ну, быстренько мы это сделаем. У нас уже 120 тысяч есть, 141. Ладно. Скиллы. У нас какие-то прибыльные вещи. Я не знаю, сколько они стоят. Как будто бы на рынках их продавать самое то, кстати. покупать. Надо будет покупать, потому что иногда всякие магазины одежды, которые в ТРК находятся, там у них такие цены завышенные, ты думаешь, ну за что? Может быть, они не очень качественные, но всё равно как будто бы не до конца понимаешь, за что ты такие деньги переплачиваешь. Одно дело, если ты там супер какие-то невероятные с рисунком каким-нибудь покупаешь, тогда уж ладно. ну когда просто что-то. Так, летающая крепость у нас продолжает нанести урон, что очень здорово для нас. И если так подумать, то может быть к пятому классу на обычном боссе нам потребуется всего парагона три, что ли. То есть у нас будет летающая крепость, у нас будет владыка плазма, у нас будет морской навар, и может быть этого правда будет достаточно. Я точно так сказать не смогу. Посмотрим в любом случае с вами. Тем более я реально в этот морской навар я залью побольше денег. Это может быть у нас такими способами степень увеличится. И это же будет здорово. Потому что как минимум мы уже пол миллиона можем отдать на расходы. Так что он будет не нулевым. Будет наносить такой нормальный урон. Я надеюсь на это. Так А уже к пятому классу поставим как раз таки самолет с одного дня. 98 раунд 100 раунд все ближе и ближе. Но мы с вами готовы как будто бы. Так 853 тысячи 39 степени вообще нормально. хорошая степень прям смотрите как разносит вортексы. Его просто ушатало. 39 степень очень хорошо. Я очень рад. Слушайте всего за 800 тысяч мы ему так хорошо степень вкачали несмотря на то что у нас всего лишь 3 обезьяны было. Это круто. До этого обновления мы бы с вами такого не могли бы сделать. у нас бы еле как бы даже до 10 степени скорее всего бы не дошло. А мы такого хорошего морского наварха создали. Потом еще получается продадим все наши насочные рынки. Исследовательские лаборатории. Вложим все денег в самолет судного дня. И будем прям мне кажется сильными. Может быть даже вот этих двух парагонов реально хватит чтобы полностью у нас и 5 класс забить. но уж лучше перестараться. Ну чтобы наверняка победить. И мне кажется все у нас к этому и ведет. Все у нас должно быть хорошо. Так 900 тысяч на 108 раунде. С учетом того что при продаже всего мы еще получим более чем полмиллиона. Все вообще замечательно. Все идет как по плану. Так тут 2 миллиона урона уже у нас парагон нанес. А владыка плазма 670 тысяч. Вот это я понимаю. А что у нас здесь? Почти 2 миллиона у летающей крепости. При этом она у нас даже ничем как бы не забафана. Если мы еще ее бы деревней забафали, алхимиком, то мне кажется было бы хорошо. Она бы прям была бы посильнее наверное. нанес. Ну че уж гадать то. Есть так есть. Главное что у нас все идет в хорошей степени. Очень легко на данный момент. Ну как то вообще не пугает если честно. Тут же у нас еще да есть бафы с помощью нашего обезьянного знания о котором я говорил на прошлом боссе. так что советую вам действительно его вкачивать. Он усиляет и видимо даже очень заметно очень хорошо нам помогает. Так 1 миллион 900 тысяч с нами. Ну где-то у нас 2,5 миллиона будет к 120 раунду когда мы еще все продадим. Так что все здорово. Авто старт я убираю. так 2 миллиона 100 72 тысяч неплохо. Так все давайте начинаем избавляться от того что у нас туда было поставлено на карте смотрите даже почти 3 миллиона даже 3 миллиона это будет даже чуть побольше. Неплохо тоже все на продаю. Так что прям вообще здорово. И как вы можете заметить у нас баф морского наварха будет бафать еще и самолет судного дня что как бы для нас это будет дополнительной такой фишкой классной а по моему самолет судного дня будет баф все остальные обезьяны он вроде будет давать возможность видеть всем камфляж что как по мне тоже очень крутая возможность крутая способность потому что мы тут ставим все прокачиваем конечно немного кривовато сделал сейчас 5 тир мы куда-нибудь перенесем подальше потому что надо 5 тир немного делать подальше от вортекса чтобы его не застанило в случае чего давайте куда-нибудь вот сюда сделаем все вливаем все деньги создаем почистую 62 степень вообще здорово крылатая обезьяна ставим путь и все давайте посмотреть 2 миллиона слушайте вообще легко мы даже способны еще не используем с вами так а нет баф что-то не дает а здесь вот дает ну ладно ну все как бы нету нашего вортекса посмотрите даже даже раунды не прошло и что это ваше ужасное ограничение о котором вы все так говорили башен размещено 102 тысяч ой 102 штуки шаров пробито 446 тысяч общий урон почти 11 миллионов сгенерировано денег 5 миллионов 152 тысяч обезьянная звезда наш морской навар почти 5 миллионов урона получили конфеты в честь ивента открыли элитного босса что тут у нас по ограничениям ну все так же а скорость босса 190% теперь слушайте о нифига а элитный босс то уже выглядит пострашнее знаете ли 190% то есть он почти в 2 раза быстрее будет потом мы там будем прям видимо зарабатывать как не в себя ящик используем в начале 100% а на этом я буду заканчивать данное видео я надеюсь что оно вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был диктофон всем удачи и всем пока 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 Продолжение следует...